Привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! Наконец-то я могу снова сказать эту фразу. Наконец-то снова я могу записать видео. А вот вы не в курсе, потому что были не подписаны на мой телеграм-канал. Но я думаю, что сегодня вы исправите эту ситуацию, потому что ссылка на мой телеграм всегда есть в описании к видео. И в своем телеграме я старался держать в курсе событий своих подписчиков. Но дело в том, что сейчас бушует непогода, и все очень плохо в плане электроэнергии было. Я сидел без света практически 4 дня. Просто, в общем, мрак в прямом и переносном смысле слова. И вот, как только у меня появился свет, я спешу записать новое видео. И, естественно, мы говорим про аккаунт новичка. Сколько уже? Дня 4, да? Не выходило видео. И, соответственно, мне есть о чем рассказать. Но, во-первых, игра Injustice 2 Mobile начала праздновать выход второго Аквамена, в связи с чем в игре были подарочки в виде серебряного Аквамена и капсул опыта класса мощь, по-моему. Если я правильно все помню. И, как бы, для аккаунтов прокаченных это абсолютно бесполезный сюрприз. Вообще никому он не вторыхтел. А вот для аккаунта новичка вообще самое то. Получить трехзвездного персонажа серебряного, причем для Аквамена вы сразу же получаете полный комплект экипировки в достижениях. Это действительно очень неплохой буст аккаунта. На моем прошлом аккаунте новичка, прошлогоднем, да, такого буста не было. Здесь очень даже неплохой подгончик. Несокрушимый киборг. Вы знаете, это первая награда за групповой рейд. Мне, естественно, удалось получить мультивселенную белую канарейку. В неприкосновенного я вошел. Топ-200, это же неприкосновенный. Не помню, как тиранги называются. И в ярости Бэйн мне выпал в календаре новичка. На седьмой день аккаунта мне выпал в ярости Бэйн. Персонаж, конечно, ну, мягко говоря, не очень. Серебряный Аквамен более полезный, чем в ярости Бэйн, на мой взгляд. Вот. Но я был крайне удивлен, что из календаря новичка могут выпадать золотые персонажи. По-моему, раньше золотые персонажи из календаря новичка не выпадали на седьмой день, да. Значится персонаж, что он вам должен выпасть. Но раньше, по-моему, только трехзвездное серебро выпадало. Теперь, получается, выпадает еще и золото. И здесь, конечно же, есть вопрос. Может быть, любой вот этот стартовый золотой персонаж может выпасть? А если это так, соответственно, возможно, на седьмой день вы можете получить и трехзвездную версию Зеленого Фонаря, или Аквамена, или, допустим, Файр Шторма, или же, кто тут еще был поначалу в игре, или вот, допустим, Телекинетик Горилла Грод, Психопатка Харли Квинн, Неповторимая Женщина Кошка, Примат Болотная Тварь, Робин Мастер Клинка, Флора Ядовитый Плющ, это вот те персонажи, которые были в Injustice 2 Mobile изначально. Звуковая черная канарейка, сюда же может, наверное, входить ужасающий пугало. И, возможно, вот эти вот стартовые золотые персонажи теперь падают рандомно вместе с Серебряными на седьмой день новичка. Я вот не знаю, я впервые с таким столкнулся, да я и не столько много аккаунтов новичка заводил, чтобы с полной уверенностью говорить о том, что только лишь Серебряные персонажи раньше выпадали, но мне кажется, что да, теперь вот, как видите, выпало золото. Основной командой моей на арене сейчас является, вы прекрасно все понимаете, Капитан Холод из мультивселенной, потом у меня есть Аквамен, и, конечно же, стоило бы, наверное, подтянуть канарейку сюда. Но, вы знаете, я выяснил, что комплект экипировки для канарейки просто неоткуда достать. Раньше комплект экипировки для канарейки можно было спокойно купить в магазине Арены. Сейчас там нет данного комплекта экипировки. Я не знаю, зачем разработчики так сделали. Канарейка, мягко говоря, не супер играбельный персонаж. Никто супер прям биться о стены, чтобы прокачать этого персонажа не будет. Ну, то есть, как бы можно было оставить экипировку для нее, да? Нет экипировки для белой канарейки. Мне не ясен ход мыслей разработчиков, зачем они убрали экипировку. Соответственно, экипировку для белой канарейки мы можем добыть либо из групповых рейдов, если рандомно она выпадет вам, да? Я не помню, есть ли донатные предложения экипировки для этого персонажа. И что, сундуки с экипировкой мультивселенной есть или нет, я вот тоже не помню, честно говоря. У меня просто на основном аккаунте мультивселенская команда настолько давно прокачана, что я не слежу за всеми этими событиями. Но вот так или иначе. Сейчас, возможно, основная команда на арене изменится, потому что, как видите, моя лига очередной рейд закрыла, и сейчас я получу очередную награду за пройденный десятый рейд. Давайте смотреть вместе, что мне выпадет. 80 фрагментов Чудо-женщины. Спасибо. Мультивселенная Капитан Холод, кстати, мне выпало снаряжение. Очень неплохо даже. Хорошо, я бы сказал. Как раз сейчас прям и отправится это на Капитана Холода. Но я вам хочу сказать, что с одной стороны очень даже хорошо, а с другой стороны не очень. Знаете почему? Потому что Капитан Холод уже очень такой себе неплохой перевес имеет в опасности. И, соответственно, те два других персонажа, которые стоят рядом с ним в команде, они, мягко говоря, проигрывают Капитану Холоду по опасности. И, соответственно, в команде появляется жесткий дисбаланс. Не совсем удобно такой командой играть. Но Канарейку я все же подтяну Капитану Холоду. Плюс ко всему, пассивная способность Канарейки, она как нельзя, кстати, стакается, естественно, с Капитаном Холодом, потому что и тот, и тот персонаж из мультивселенной. Но и в целом команда более ровная получится вместе с Канарейкой и Капитаном Холодом. В силу того, что у меня несколько дней подряд не было света, о чем я в начале видео сказал, Я, по-моему, полтора круга попыток пропустил, в принципе, на арене. И сейчас вместе с вами я за самоцветы обновлю попытки на арене. Я уже принял данное решение. Но потому что нужно. Потому что нужно, типа, нагнать рейтинг, набить рейтинг. Ну и предлагаю пять боев провести на арене. Теперь уж обновленным составом команды. Давайте, раз уж я буду делать упор на первый спецприем Капитана Холода, наверное, нужно его прокачать. Ну вот давайте хотя бы до 15 уровня. И третий спецприем хочу Капитану Холоду тоже прокачать до 15 уровня. Второй спецприем не юзаю. Первый буду юзать, потому что теперь есть пассивная способность Канарейки, которая гласит о том, что есть вероятность того, что первый спецприем героев из мультивселенной станет бесплатным. А третий спецприем увеличивает урончик Капитана Холода и союзников из мультивселенной. Да, если я правильно помню. Ну-ка, напомните мне. Перегрузка на урон от спецприемов плюс 15% за каждого союзника из мультивселенной на почти 19 секунд. Повышение эффективности после каждого использования на 3%. То есть, типа, можно бахнуть там несколько третьих спецприемов, потом чисто спамить первым спецприемом. И знаете, в чем простота и удобство Капитана Холода? А заключается она в том, что спецприемы этого персонажа можно делать на любой дистанции. А что? Все, да? Зависли? Офигеть, да? То есть, я нажал на обновить попытку и все. И игра не позволяет мне помочь, нажать на покупку обновлений попыток. Все, она зависла. То есть, она как бы работает, но она не реагирует на мои этапы. Придется перезагружаться. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, перезагрузился я. Друзья мои, продолжаем, значит, играть. Надеюсь, что мне позволит сейчас нормально нажать на обновление попыток на Аквамэне. Соответственно. Или они уже обновились? Нет, они еще не обновились. Блин, ну там такая хорошая команда была, против которой можно было посражаться. А теперь, соответственно, нужно опять жамкать на кнопку обновить противников, искать что-нибудь достойное. Давайте вот этих возьмем. Ладно уж, Firestorm, Raven, Чудо-женщина. Ну, будем пытаться, будем стараться. Чего нет? Рейтинг-то нужно набивать. Конечно, конечно, уже посложнее противники становятся. Это не тот начальный этап, когда мы сражались командой Бэтмен, Харли Квинн и Чудо-женщина. О, как удачно, да? Получилось против Чудо-женщины сейчас выйти. То есть она только сделала свой спецприем, и я такой сразу влетел с третьим спецприемом, чтобы Чудо-женщина не успела отразить урон в меня обратно, да? Оп, вот так сразу, да. Здесь покамбил, сменился. Хорош, нормально. И, я думаю, можно первый бахнуть. Да. Ой, ой, Супер Мув. Аквамена подставлю под Супер Мув. Пропущу анимацию. Не хочу затягивать видео. Супер прием, Рейвен. Мы видели просто, я не знаю, бесчетное количество раз. И третий спецприем бахло. Все есть. Вот, да, вот как-то вот так. Но, однозначно сделал правильное решение, что поднял канареечку немножко. Подтянул, да, к Капитану Холоду. Теперь и пассивкой канарейки можно пользоваться, да? И более достойно команда стала выглядеть. О, давайте как раз посражаемся против классической команды. Классической в том смысле, что именно эти три персонажа появляются абсолютно у каждого новичка. Не знаю, хорошо ли это или плохо, что в игре в данном смысле нет никакой вариативности. Что вы заранее знаете, кто вам выпадет и кем вы будете играть со старта. Но мы с вами это уже обсуждали. Как по мне, эти персонажи действительно очень неплохие. Они хороши своей боевкой. У них неплохие пассивки, которые в принципе-то дополняют друг друга, да? Поэтому, ну а чё нет? Ну а чё нет? Нет-нет-нет-нет-нет, аквамена подставлю опять. Опять подставлю аквамена, да. А вот пассивочка канареечки сработала как раз. И время заодно потянул. Чтобы Капитана Холода вернуть на арену. Второй спец бахнул. Хорошо. Хотя надо было первый бахнуть. Чё у меня рука дёрнулась на второй спецприём? Не знаю, не знаю, не знаю. Ух ты вот тут рискнул и мне повезло. Вы лучше не рискуйте, так как я сейчас это сделал. Потому что чудо-женщина вполне себе могла отразить урон от третьего спецприёма. А третий спецприём достаточно дамажный. И прилететь в ответку могло бы очень даже нехило дамага. Оп. То, о чём я говорил, да? Что бахать спецприёмами Капитана Холода можно вообще на любой стороне локации. Вот мы были сейчас максимально в противоположных сторонах с Харли Квинда. В сторонах. Но спецприём Капитана Холода вполне себе достал до Харли Квинда. Вообще никаких проблем. В этом и есть, наверное, самая главная фишка Капитана Холода. Честно, я не советую вам прокачивать этого персонажа. Вот пока что нет ни одного персонажа, которого я советовал бы вам прокачивать. Вы можете соглашаться с моим мнением, можете не соглашаться. Но вот единственный персонаж, который вот с тех пор, как я завёл аккаунт новичка, который, возможно, будет прокачиваться лично мной, это вот Аквамен, который сейчас разыгрывается. Возможно, его я начну по чуть-чуть прокачивать. А знаете, что мне ещё нравится на этом аккаунте новичка? Что впервые в тот момент, когда я завожу новый аккаунт, на арене в сезонах не Чёрный Адам. Обычная, золотая его версия. И не Шазам. В предыдущие заходы на аккаунт новичка в основном всегда... Да, да не в основном, по-моему, всегда был Чёрный Адам, либо Шазам. И поэтому каждый аккаунт новичка начинался приблизительно с одного и того же. И вот в этот раз, соответственно, сезоны арены идут не такие, какими они были изначально на других аккаунтах новичка. И, соответственно, интересно. Мне вот интересно посмотреть, что будет с этим аккаунтом. Тем более, что впереди ещё, я думаю, куча всяких интересностей, связанных с праздниками. И будем смотреть, какие предложения приготовили для нас разработчики. Я уверен, что должны быть какие-нибудь... А почему Флэш не хочет делать спецприёмок? Я уверен, что должны быть какие-нибудь праздничные предложения, как донатные, так и, соответственно... Сундучки. А если вас интересует донат, пожалуйста, не забывайте о том, что есть человек, который помогает оформить донат. Ссылки на него в описании видео. Не забывайте, что перед Новым Годом можно, в принципе, затариться. 30% скидка. Это исключительно для тех, кто любит донатить. Кто хочет вливать в бабулесы. В Injustice 2 Mobile, в частности, да? Блин, как удачно он сделал свой спецприём. Прям в тот момент, когда я свайпал в сторону. Совпадение, как говорится, не думаю. Слушайте, а чё они такие жирные? О, ну всё. Это я проиграл. Это, скорее всего, я проиграл, да. Подпрыгнул как раз тоже чётко, да? Вот как они знают, что я сейчас буду делать подсечку? Ведь я вообще в самый последний момент решил сделать подсечку. Но к чему я стал говорить про всякие предложения? Донаты, не донаты? А к тому, что я думаю, что помимо донатных предложений, то есть донатные будут однозначно. Здесь, как говорится, к бабке не ходи. Помимо донатных, скорее всего, будут какие-нибудь ещё и сундучки интересные. В распродажах. Или же не в распродажах, а просто какие-нибудь интересные сундучки, которых ещё не было в игре. Во всяком случае, в файлах игры они имеются. И вот на этот случай я коплю самоцветы. И вот тогда коллекция моих персонажей, очень хотелось бы на это рассчитывать, пополнится какими-нибудь интересными экземплярами, которые можно будет прокачать. Поэтому я не тороплюсь тратить самоцветы. Герои, в принципе, и так открываются для того, чтобы бить сезоны арены и получать в награду самоцветы. Ну и, соответственно, новых героев. И так достаточно... Молодец, Рубин Кинг. Молодец. Хорошо сделал сперс-перёк. И так достаточно тех персонажей, которые имеются у меня сейчас. Но для того, чтобы типа на будущее что-либо иметь за дел, да? Потому что рано или поздно мы откроем режим сольных рейдов, и там нужно будет супер-пупер персонажи дамажные, вы всё это знаете. В общем, на этот случай нужны, конечно же, персонажи, которых нужно прям серьёзно прокачивать. Пока что у меня этих персонажей нет, как я уже неоднократно сказал. Но я рассчитываю на всякие интересные новогодние предложения от наших почти любимых разработчиков. Ну почти добил я Робина Кинга. А ну-ка вот так. И сосульку... Нет, ну нет, ну это не честно. Ну там была должна долететь всего лишь одна сосулька до тебя, и всё. Иди нахрен. Обалдел. Да вы прикалываетесь. Я после таких боёв даже не хочу играть в эту игру. Ну блин, ну серьёзно, но только отошёл от этого Джона Стюарта выпустить эту сосульку, дальнюю атаку сделать, он внезапно сделал свой спецприём. То, блин, делаешь подсечку в самый последний момент. Даже ты не знаешь, что она у тебя прямо сейчас произойдёт. Да это подсечка. А бот уже знает. А бот уже знает, что ты будешь делать подсечку. Вот именно сейчас он делает прыжок. Блин, ну предыдущий бой так хорошо шёл. Я же практически уже выиграл. Ну по факту. Ну просто по факту сейчас вам говорю. Ну почему? Ну почему? Так произошло. Почему я проиграл? Что сейчас произошло? Я же... Я же хотел сделать нормальную текиновскую атаку. Нет, капитан Холод встал как вкопанный и стоит себе. Молодец, умничка. Почему бы нет? Чудо-женщина, уйди, пожалуйста. Можно мне здорового максимально персонажа, чтобы я лупанул по нему суперприёмом? Она не хочет уходить. Она просто не хочет уходить. Вот хорошо. Спасибо. Пропускаю анимацию. Всё. Значит, с Бэтменом я разобрался. Теперь что бы ещё сделать с Суперменом? Вот в чём вопрос. О-о-о! Так, до свидания. Тут вообще бесполезно как бы больше бить. Нет в этом никакого смысла. Но вот я не знаю в итоге, к концу сезона попаду ли я хотя бы в четвёртую элиту, потому что полтора круга попыток, как я и сказал, было пропущено из-за того, что просто у меня не было возможности заходить в игру. Плюс ко всему сейчас ещё два боя проиграл, да? Сколько? У меня же энергия закончилась. Да, энергия закончилась. То есть вместо пяти выигранных боёв я выиграл всего лишь три, соответственно. А если бы выиграл все пять, тогда был бы в четвёртой элите. Ну а я в любом случае на каком-то, на двухсотом с копейками месте, двести семидесятое место, может быть и в топ-200 залечу. Сколько тут на двухсотом месте сейчас очков? В четыреста девяносто семь. Но это вообще как бы совсем небольшой разрыв от того количества очков, которое есть у меня сейчас. Вообще небольшой. Всё, друзья. На этом очередная серия Пути новичка подходит к концу. Когда будет следующая серия, пока что не могу сказать. Должно подкопиться, наверное, да? Какое-то количество контента, выпускать каждый день серии. Не вижу смысла. Видите, у меня ещё накопилась уйма энергии для прохождения кампании. Кампанию я вообще не трогал во время того, как не мог нормально играть в игру из-за отсутствия электроснабжения. Поэтому вне кадра я пройду кампанию, потрачу абсолютно всю энергию. Вот. Ну и посмотрим. Там и сундучки с Ормом вроде бы завтра должны быть, в понедельник. А это видео я записываю в воскресенье, соответственно. Поэтому я думаю, что ещё выйдет и видео с открытием сундучков. Вам будет что посмотреть. А я тем временем пока подкоплю контент на аккаунте новичка, чтобы видео получилось максимально интересным. Желаю вам всего самого лучшего. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнали Симон.